Добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами начинаем изучение греческого языка Нового Завета. Это первая лекция, и в ней речь пойдет о том, зачем нам изучать греческий язык, о том, как именно нам изучать греческий язык, и о том, какой именно язык мы с вами изучаем. Тот факт, что вы смотрите эту лекцию, тот факт, что вы начали заниматься по данному курсу, предполагают, что каким-то образом вы решили уже для себя, зачем вам нужно изучать греческий язык. И смею надеяться, что это обусловлено не каким-то желанием покрасоваться или пережить какое-то интеллектуальное упражнение, но я надеюсь, что это обусловлено вашим желанием точнее понимать, точнее толковать и точнее преподавать Божье Слово, которое, собственно, и написано на греческом языке. Поэтому определенный энтузиазм, связанный с изучением Нового Завета, у вас есть. Тем не менее, как показывает опыт, зачастую первоначального энтузиазма надолго не хватает. Во-первых, изучение языка достаточно трудоемкое занятие. Оно требует многих и многих часов работы. На первом этапе изучения языка оно, к тому же, еще и очень скучное занятие, потому что, когда вы только начинаете язык, вы практически не можете применить то, что вы изучили на практике, потому что ваши знания слишком скудны для реальной работы с Новым Заветом. Более того, на первых этапах изучения языка основные усилия тратятся на заучивание многочисленных форм слов, на заучивание различных слов и заучивание фактически зубрежка. Это очень утомительное времяпрепровождение, и поэтому в какой-то момент возникает искушение отложить все это, возникает искушение, может быть, не прикладывать к этому столь больших усилий, и изучение языка замедляется, то и просто прекращается. Более того, есть достаточно серьезное искушение вместо изучения греческого языка заняться чем-то, что в тот момент кажется более практическим. Занимаясь языком, мы вырываем, забираем время, забираем силы, забираем ресурсы у каких-то других дел, и в какой-то момент может показаться, что эти другие дела, они важнее, чем то, что я буду знать потом греческий язык. В конце концов, большое количество людей вполне обходится без знания греческого языка, и в конце концов, достаточно много людей несут успешное служение без знания греческого языка, и чем я лучше всех остальных, поэтому, может быть, и у вас будет такое желание, в какой-то момент перед лицом трудностей, перед лицом необходимости тратить время и силы сдаться и сказать, ладно, я как-нибудь обойдусь, как другие обходятся, и займусь чем-то, что приносит непосредственную и более ощутимую пользу прямо сейчас. Чтобы это не произошло, нужно ясно представлять себе, зачем именно я изучаю греческий язык, и если вдруг возникли такие ощущения, такие переживания, то стоит напоминать себе, почему я пошел по этой дороге, стоит напоминать себе, какие есть причины для того, чтобы учить язык, чтобы вновь ободриться и чтобы продолжить этот непростой путь. Первая причина связана с тем, что если уж мы избрали для себя преподавать, проповедовать Слово Божие, если бы уж избрали для себя людям объяснять, что именно говорит Бог, то очень важно использовать максимальное количество ресурсов для того, чтобы стать профессионалами в этом деле. Здесь можно провести некую аналогию с врачами. Врач, прежде чем он начнет лечить людей, в течение многих лет учится, в течение многих лет изучает медицину, и зачастую, кстати, даже закончив медицинское учебное заведение, он не сразу приступает к назначению лекарств, проведению операций или еще чего-то, он еще и проходит определенную ординатуру для того, чтобы обрести необходимую квалификацию. Опасно назначить не то лечение. Очень легко угробить физическое и человеческое здоровье без надлежащих знаний. Но то, чем занимаемся мы, будучи проповедниками, будучи учителями Слова Божьего, очень похоже на медицинскую практику. Мы берем священное писание и применяем его к жизни людей. Мы берем священное писание и говорим, вот так вот нужно поступать в соответствии с тем, что сказал Бог. При этом претендуем на то, что наше толкование, сказанное Богом, достаточно точно и достаточно значимо для тех людей, к которым мы обращаемся. И как врачи тратят время на подготовку, так и нам стоило бы не лениться, но потратить время на подготовку для того, чтобы лучше толковать Слово Божие. И изучение греческого языка, овладение этим инструментом – одна из важных составляющих такой подготовки. Врач не пренебрегает возможностью знать свойства лекарств, возможностью понимать, как работает медицинская техника и все остальное, потому что от этого зависит эффективность его деятельности. Проповедник не должен пренебрегать возможностью, раз уж у него есть такая возможность, не просто прочитать все священное писание в переводе, но прочитать именно так, как оно было написано апостолами. Именно на том языке, именно в тех словах, в которых оно было написано апостолами, чтобы максимально точно передавать и преподавать то, что было сказано. Также, кстати, и не только в медицине, но и в других профессиях люди тратят время, люди тратят силы на получение образования, на овладение необходимыми инструментами для того, чтобы потом достигнуть успеха в профессии. И, как показывает опыт, когда заходит речь о том, нужно или не нужно знание греческого языка для толкования священного писания, в большинстве случаев заявляют о ненужности языка как раз те люди, которые греческий язык так и не освоили. Те, которые знают, что это такое, читать писание на том языке, на котором оно было написано, всегда будут говорить о том, что изучение языка не было пустым занятием. Если вы достигли такого уровня, когда действительно читаете писание по-гречески, вы будете ценить, вы будете радоваться, вы не будете считать, что то время, которое вы потратили на изучение, было потрачено напрасно. И еще, может быть, одна аналогия с специалистами в каких-то других сферах, связанных с литературой. Если человек, например, изучает какие-то древнеегипетские документы, древнеегипетскую письменность, то весьма скепетично мы бы отнеслись к тому ученому, который не знает соответствующего языка и который изучает египетские документы по рассказам других об этих документах. Собственно, таких специалистов нет. Если человек претендует на то, что он специалист в египетской литературе, он учит соответствующий язык. Но в библейской сфере происходит что-то странное. Человек, претендующий на то, что он специалист в толковании, в преподавании священного писания, зачастую не способен прочитать писание так, как оно было написано, и зависит от переводческой работы других людей. Эта тенденция к тому, чтобы не обращать внимания на язык, к тому, чтобы читать писание в переводе, и, кстати, достаточно новая тенденция. Собственно, с XX века все это началось. А если вы почитаете биографии толкователей богословов прошлого, вы обнаружите, что вплоть до XIX века знать язык, на котором написано священное писание, изучать древний еврейский язык, изучать древний греческий язык, было фактически нормой для всякого человека, который занимался богословием, или который занимался проповедованием, преподаванием священного писания. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда не было, может быть, физической возможности для этого, мы об этом чуть попозже поговорим, но если у человека была возможность изучать, то, как правило, этой возможностью пользовались и старались добиться максимального точного знания и максимально хорошего понимания того, что сказано в Слове Божьем, в том числе и с использованием древних языков. И лишь в XX веке наметился некий дрейф в сторону от этого, в сторону каких-то более практичных вопросов, в сторону более простых подходов к изучению священного писания. В XX веке наметилась некая лень в работе с текстом, и эта лень определенным образом сказывается. Эта лень не способствует здоровью и нормальному развитию церкви. И здесь мне бы хотелось процитировать Даниэла Уоллоса, автора учебника греческого языка, который мы будем использовать не в этом году, но в следующем году на втором курсе изучения. Это замечательный справочник по синтаксису Нового Завета. Так вот, Даниэл Уоллос однажды сказал следующее, очень неплохо характеризовав сложившуюся ситуацию. Если произойдет еще одна реформация, а я думаю, что она, к сожалению, необходима, одной из важных ее составляющих вновь станет знанием библейских языков и огромный интерес к ним. Но эта реформация будет не реакцией на произвол католической церкви, а отчасти реакцией на антиинтерлектуализм, который наводнил и исказил богословие, служение и жизнь евангельских верующих. Итак, братья, если уж мы претендуем на то, что мы в определенном смысле профессионалы в изучении и толковании слова Божьего, если мы выходим за кафедру и дерзаем учить других людей, то очень нехорошо с нашей стороны, если мы отказываемся от использования такого важного и доступного нам инструмента, как изучение того языка, на котором написано Священное Писание. К этому мы можем добавить еще и то, что призваны любить Бога, мы призваны любить Бога, в том числе и всем разумом, всем разумением нашим, и ленивая лень, нежелание использовать ресурсы нашего разума, в том числе и на освоение греческого языка, достаточно плохо сочетается с вот этим вот призывом любить Бога. Поэтому, если уж мы призваны стать профессионалами в преподавании, если уж мы призваны любить Бога, в том числе и разумом, отсюда достаточно логично вытекает необходимость изучения греческого языка. Есть еще одна причина для этого изучения. Дело в том, что окружающий нас мир наполнен всевозможными легендами и мифами по поводу того, что именно значит греческий текст Нового Завета. А зачастую это даже не результат преднамеренного обмана, хотя преднамеренный обман тоже случается. Иногда люди говорят, вот на самом деле, на греческом языке это значит это, и это искажает информацию. Но в большинстве случаев это не какой-то злобный обман, это просто недостаточные знания, которые дублируются, которые переходят от человека к человеку, которые воспроизводятся в виде мифов в окружающей нас среде. И вот эти вот мифы о греческом языке, они функционируют, и вам легко усваивать эти мифы. Если вы сами не знаете греческого языка, если вы сами не научены греческому языку, вы легко поддаетесь каким-то мифам в отношении значения тех или иных слов, в отношении значения тех или иных конструкций в греческом языке. И у вас нет способа реально противостоять всевозможному мифотворчеству. Более того, есть некая почти магическая значимость вот в этом словосочетании, на самом деле в греческом Новом Завете сказано. Если на вас не влияют эти слова, если вы и способны сами лично проигнорировать эти слова, и сказать, да мало ли, кто там чего говорит по поводу греческого языка, я читаю, что читаю, то, по крайней мере, вы должны понимать, что люди, находящиеся вокруг вас, те люди, которых вы призваны учить, те люди, которых вы призваны наставлять, те люди, которых вы призваны защищать, падки на такие фразы. И если кто-то, пользуясь авторитетом греческого языка, привносит какие-то идеи, а вы в ответ только лишь говорите, да мало ли, что там в греческом, вот у нас в русском вот так, то на самом деле велика вероятность, что вас просто не будут слушать, будут считать, что вы недостаточно разбираетесь, вы недостаточно квалифицированы, и будут слушать тех людей, которые, претендуя на наличие квалификации, ссылаются на греческий текст Нового Завета. Причем эти люди могут быть обманщиками, причем эти люди могут быть заблуждающимися, но вам трудно что-то противостоять им, вам трудно противостоять им по той причине, что они-то вроде как знают греческий язык, а вы этот язык не знаете. И в этом отношении не только для верного изложения правильного учения, но и для защиты верных вам людей от неверного учения, для защиты от обманщиков, вам необходимо знание греческого языка. Так уж получается, что если вы не будете изучать греческий язык, его все равно будут изучать. Его будут изучать другие, его будут использовать другие, с помощью него будут обретать авторитет другие люди. И далеко не всегда это будут те люди, которым стоило бы доверить божий народ. Просто как один небольшой пример из истории церкви, один из известнейших библеистов 20 века, Рудольф Булькман. У него были очень специфичные взгляды. Помимо всего прочего, Булькман считал, что те описания чудес, которые мы встречаем в Новом Завете, это мифы. А более того, воскресенье Иисуса Христа это нереальное историческое событие, это миф. Говоря слово миф, он не утверждал, что это просто что-то несуществующее. На самом деле, говоря слово миф, он говорил, что это некое иносказание. То есть, мифическим языком новозаветные авторы выражали какую-то истину, которую сам Булькман находил в экзистенциальной философии. Поэтому, например, описание в Новом Завете воскресения Иисуса Христа для него не исторический факт воскресения из мертвых, а описание некого внутреннего человеческого переживания. Мы можем задаться вопросом, по какой причине человек со столь странными и чрезвычайно далекими от христианства взглядами стал одним из самых популярных библеистов 20 века. Мы можем задаться вопросом, почему вообще Булькмана служили, почему на него обращали внимание, почему мы его сразу же не отвергли и не забыли. Одна из причин для этого заключается в том, что Булькман был великолепным специалистом по греческому языку. В свое время был издан такой десятитомный словарь Нового Завета под редакцией Кителя. Большое количество специалистов писало для этого словаря статьи, посвященные различным словам. И, например, статьи, написанные Булькманом, отличались очень высоким качеством. И биограф Булькмана говорит, что Булькман заработал популярность именно благодаря своему знанию греческого языка. И когда он начал заниматься так называемой демифологизацией Нового Завета, то он занимался этим как популярный, как уважаемый человек, и на фоне популярности, приобретенной как специалистом по греческому языку, его совершенно дурные идеи, тем не менее выслушивались и тем не менее принимались определенной частью тех, кто его слушал. Почему я про это говорю? Я хочу еще раз показать. Вы можете не учить греческий язык, его будут учить другие. Вы можете не использовать греческий язык, его будут использовать другие. Но отказавшись от изучения языка, отказавшись от использования языка, вы передаете достаточно сильное оружие, достаточно важный инструмент в руки совершенно неподходящих зачастую для этого людей. И вам трудно будет противостоять их авторитету, потому что различие между ними и вами заключается в том, что они знают, они используют, они применяют язык, а вы говорите, я не знаю, и давайте вот как-то без этого обойдемся. Итак, для того, чтобы в максимальной степени эффективно нести служение, и для того, чтобы на фоне вот такого авторитета греческого языка, который в любом случае существует, противостоять мифам, противостоять заблуждениям, противостоять обману и предложить хорошую, правильную, здравую библейскую альтернативу, нам важно изучать греческий язык. Еще одна причина для изучения языка заключается в том, что зачастую без знания греческого языка довольно трудно воспользоваться многими инструментами. Есть комментарии на Новый Завет, которые пишутся авторами, исходя из того, что определенные знания языка у читателей есть. Ну, может быть, кому-то из вас знаком экзогетический ключ, написанный Роджерсом на Новый Завет. И хотя какие-то вещи, связанные с толкованием значения слов, вы вполне можете прочитать, но время от времени Роджерс говорит о субъектном родительном падеже, объектном родительном падеже, еще каких-то грамматических конструкциях, смысл которых от вас ускользает, и значимость обсуждения которых вам совершенно недоступна, если вы не понимаете, что именно происходит в греческом тексте. Это такой маленький пример, к сожалению, на русском языке не так много экзогетических комментариев, комментариев, которые бы использовали особенности оригинала, но тем не менее они появляются, и тем не менее для более эффективного чтения подобных комментариев вам бы пригодилось знание языка. Даже использование каких-то вспомогательных средств, оно тоже без знания языка на самом деле зачастую приносит не столько пользу, сколько вред. Очень многие обращают внимание на то, что зачем сейчас учить греческий язык, в конце концов, есть всевозможные компьютерные программы, навел мышку на какое-нибудь слово, щелкнул, появилась словарная статья, прочитал перевод этого слова и вроде как все понял. Или даже есть подстрочники, когда под каждым греческим словом подписано соответствующее русское слово, ну вроде бы как читаю подстрочник и зачем тебе учить греческий язык, вот для тебя все сделано. Чтобы показать опасность такого подхода, просто один маленький пример приведу. Последний год периодически в фейсбуке мне попадается одна и та же статья, то один человек ее отметит, то другой человек ее отметит. Статья, посвященная обсуждению того, как нужно подчиняться властям согласно посланию к римлянам апостола Павлова, 13 глава, 1 стих. Люди обычно говорят вот что. Ну, автор этой статьи и те, кто потом с удовольствием обсуждают эту статью, что если 13 главу послания к римлянам, ну первые стихи, буквально переводить из греческого языка, то получается вот какая мысль, что когда говорится, что всякая душа должна послушно быть властям, то вторая половина первого стиха дословно могла бы звучать так. Не ибо есть власть, если не от Бога. Я сейчас не перевел этот текст, я прочитал что-то типа подстрочника на этот текст, а просто пословно перевел каждое из слов. И как нам теперь истолковать фразу «Ибо не есть власть, если не от Бога». Истолковать ее очень просто можно. И, собственно, так и предлагается истолковывать эту фразу, что есть власть, которая от Бога, и она настоящая власть, ну и есть власть, которая не от Бога, и она не настоящая власть. И мы с вами должны подчиняться только теми властям, в отношении которых понятно, что это власть от Бога. Если вы помните русский перевод 13 главы послания к кремлинам, то вы помните, что там прямо противоположная бласть. Всякая власть от Бога. Это что, результат заговора? И многие так говорят, да, вот, для того, чтобы заставить людей подчиняться власти, авторы синодального перевода неправильно перевели. На самом деле, если вы прочитаете все известные переводы на послание к кремлинам этого стиха, вы обнаружите, что во всех переводах все время одна и та же мысль. Всякая власть от Бога. В чем дело? С одной стороны, мы пословно переводим, не есть власть, если не от Бога. С другой стороны, все переводчики переводят по-другому. Ну, понятно, что можно всех переводчиков обвинить в заговоре. И сейчас, когда это такие очень острые политические дискуссии, в обществе это легко сделать. Но беда вот в чем. Подстрочник, ну, или когда вы в какой-то компьютерной программе мышку наводите на то или иное слово, не говорит вам о том, что сочетание слов эйме, которое переводится «если не», в греческом языке имеет устойчивое значение «кроме». Отдельные слова, да, здесь не надо переводить. Здесь нужно увидеть конструкцию эйме, которая обозначает «кроме». И отсюда вполне логичный перевод, что всякая власть от Бога. То есть нет власти, кроме как от Бога. И в этом отношении авторы синодального перевода или каких-то других переводов не совершали заговор, они просто знали греческий язык, а те, которые не знают греческий язык, пытаются пользоваться всевозможными ресурсами, зачастую просто садятся в лужу. Хорошо, что есть ресурсы, хорошо, что есть компьютерная программа, хорошо, что есть базы данных, хорошо, что есть справочники, но без нормального знания языка даже этим невозможно воспользоваться. Поэтому для того, чтобы достигнуть большего профессионализма, для того, чтобы защититься и защищать других от обмана, для того, чтобы более эффективно пользоваться множеством уже накопленных ресурсов и комментариев и программ и все остальное, полезно знать греческий язык. И еще, кстати, одно наблюдение, которое тоже может нам пригодиться. Я уже упоминал, что есть разные переводы. Если говорить о Новом Завете, то есть синодальный перевод, которым в основном пользуется нацерклер. Есть очень неплохой по своему качеству перевод под редакцией епископа Касьяна. Не так давно вышел перевод российского губейского общества, который вызвал многочисленные дискуссии, плюс еще множество других переводов. Если вы сравните их между собой, вы увидите достаточно существенное различие того, как представлен текст. Значит ли это, что один перевод делали люди, не сведущие языки в языке, а другой перевод делали более сведущие в языке? Значит ли это, что где-то кто-то ошибался, а кто-то не ошибался? Если у вас какой-то есть опыт взаимодействия с иностранными языками, и знания не обязательно греческого языка, но вообще любого иностранного языка, вы должны понимать, что перевод всегда очень непростое занятие. Перевод предполагает, что переводчик должен идти на компромиссы, потому что у текста есть какая-то стилистика, у текста есть какой-то смысл, который автор пытается передать. В тексте бывает какая-то взаимосвязь, игра слов или еще что-то, и далеко не все одновременно получается передать в переводе. Конечно, особенно это знаметно при переводе поэзии. Попробуйте-ка перевести поэтический текст так, чтобы и точно смысл сохранить, и по-прежнему сохранилась рифма, ритма, все остальное. Вы скажите, это невозможно, но в чуть меньшей форме не так заметно, но невозможно все нюансы оригинала передать в прозе. Поэтому перевод это компромисс. Одни люди в этом переводе склоняются к тому, чтобы как можно более буквально следовать особенностям и структуре оригинала. Как правило, получается достаточно корявый и трудно читаемый текст, потому что структура языков разная, структура греческого языка не совпадает зачастую со структурой русского языка. Другие люди стараются сделать текст плавным, ясным, понятным именно для русскоязычного читателя, отказываясь от буквального следования структуры, перестраивая каким-то образом текст для более легкого восприятия, и тогда текст читается хорошо, но уходит и теряет какие-то особенности оригинала. Поэтому либо что-то очень корявое и неудобно вразумительное, либо что-то достаточно легко воспринимаемое, но при этом все дальше и дальше уходящее от того, как это было написано. Перевод всегда компромисс между этими крайностями, во-первых, во-вторых, компромисс в том, что не все нюансы, не все тонкости языка позволяет передать целевой язык. В конце концов, разное количество падежей, разное количество грамматических ребён, разное использование всевозможных конструкций и так далее, все это вынуждает чем-то жертвовать при переводе. Это одна сторона. Вторая сторона перевода это еще и толкование. Мы не можем перевести текст не понимая. В конце концов, слова многозначны. Например, обычное русское слово коса что обозначает? Оно может это и некий берег обозначать, оно может обозначать определенную прическу, оно может обозначать инструмент для скашивания травы, и просто если я вынужден перевести слово коса с русского языка на любой другой, я прежде всего должен задаться вопросом, коса в каком смысле? Потому что в других языках русскому слову коса будут соответствовать как минимум три разных слова, может быть иногда больше, иногда меньше. Я истолковываю текст при переводе. Ну, понятно, что со словом коса, если помещено в какой-то контекст, я встретил девушку с косой в черной одежде, в каком-то контексте уже спектр значений поменьше, чем более широкий контекст, чем точнее мы понимаем, тем уже спектр значений. Но когда мы переводим Библию, мы переводим достаточно сложный текст, мы переводим древний текст, мы переводим текст, в отношении которого существуют реальные богословские толковательные споры. И зачастую споры связаны с нюансами значения тех или иных слов. причем переводчик делает выбор, выбирая из спектра нюансов какое-то одно значение, и мы не всегда можем быть уверены, что выбор сделан правильно. В этом отношении любой перевод это все равно толкование текста. По этой причине существует много переводов, и по этой причине никогда не будет окончательного и единственно правильного перевода, и переводы будут создаваться, создаваться, создаваться и создаваться. Компромиссы и толкования всегда есть в сфере переводов, и вы зависите от всего этого, когда подходите к переведенному тексту, но вы напрямую обращаетесь к оригиналу, если вы знаете греческий язык. Кажется, то, что я рассказал сейчас о переводах, предполагает, что если все так сложно, то и знание греческого языка не поможет, но вот что забавно, и всякий знающий язык это легко подтвердит, зачастую бывает так, что вы прочитали текст по-гречески, и вы совершенно ясно понимаете, что обозначает этот текст, но вы не всегда можете сказать, как это хорошо передать на русском языке. Вы не всегда можете сами создать идеальный перевод даже при ясном понимании текста. В конце концов, наша задача большинства из нас, по крайней мере, не создавать переводы. Наша задача заниматься преподаванием Священного Писания. И при преподавании Священного Писания, при проповедовании того, что написано на Священном Писании, нам требуется уверенность. Работая с переводом, мы не имеем полной уверенности. Работая с переводом, мы все равно сознательно или подсознательно чувствуем, а вдруг это могло бы быть переведено по-другому? Кстати, мы от других людей тоже самое слышим, которые задаются с вопросом, а может быть, здесь какая-то переводческая ошибка, а может быть, здесь какой-то переводческий нюанс, и без доступа к оригинальному тексту на это может быть, мы никоим образом ответить не можем, поэтому даже для уверенности в использовании текста нам стоило бы знать греческий язык. Итак, что мы с вами видим? Во-первых, степень профессионализма нашего возрастает, если мы знаем греческий язык. Во-вторых, возможность защититься и защитить от дурных и ложных идей у нас возрастает, если мы знаем греческий язык. В-третьих, эффективность работы с различными инструментами у нас возрастает, если мы знаем греческий язык. В-четвертых, уверенность в отношении того, с чем мы имеем дело в тексте у нас возрастает, если мы знаем греческий язык. И вот я перечислил много-много всего того, для чего полезен греческий язык, и здесь уже в пору задать вопрос, но в конце концов, а как же быть с теми людьми, которые язык не знают? А как же быть с теми людьми, которые несли или несут весьма эффективное служение, и действительно, человек, с которым Бог очень многое делает, они не знают греческий язык? А здесь, я думаю, помогает некоторая аналогия. Во-первых, хорошо, что есть переводы. И если мы сравним чтение писания на языке оригинала и в переводе, то в последнее время используют аналогию между цветным и черно-белым телевизором. Ну, может быть, не все из вас уже застали черно-белые телевизоры. Я еще помню, когда-то телевизоры были черно-белыми, и потом все больше и больше становилось цветных телевизоров. Вот смотрите вы по телевизору фильм «Красная шапочка». Даже если вы смотрите его по черно-белому телевизору, из контекста вы догадываетесь, что шапочка, которая на голове у «Красной шапочки», она действительно красного цвета. Если вы своему отрите по цветному телевизору, не только по контексту, догадываетесь, но и видите красный цвет этой шапочки. Так вот, когда вы читаете греческий текст, вы видите большее количество деталей, большее количество нюансов, у вас больше оснований для тех выводов, которые вы делаете, и больше вероятность, что на основании текста вы сделаете правильные выводы. Это не значит, что невозможно понять текст, это не значит, что невозможно сделать правильные выводы, это не значит, что понимание слова Божьего совершенно разрушается, если вы имеете дело с переводами. Надежность, может быть, повышается, но при определенной последовательности, при определенной верности, даже пользуясь переводом, возможно, достичь очень хорошего понимания описания, и перевод является хорошей возможностью для служения. Поэтому да, можно пользоваться переводом, можно служить, но это не отменяет того, что если бы люди, несущие эффективное служение, знали бы язык, они бы, пожалуй, несли это служение лучше, а не хуже, чем они это делают сейчас. И уж в отношении них это одно, в конце концов, во многом сперслужение связано с верностью, с действием Бога через человека, но в отношении нас самих у нас есть возможность изучать. Вы смотрите это видео, вы присоединились к этому курсу, у вас есть возможность изучать греческий язык. Поэтому, чтобы сделать вашу работу более надежной, более точной, более аккуратной, более уверенной, более защищенной, стоит этой возможностью воспользоваться, стоит продолжать работать. Да, изучение языка тяжелое дело. Да, изучение языка требует много времени. Да, изучение языка требует определенных жертв, отказа от других возможностей. Да, изучение языка требует дисциплины и самодисциплины. Но тот результат, который будет в конце, он стоит затраченных усилий. И на тот результат, который будет в конце, стоит работать.